В связи с местами традиционного выдавания, хочу сказать, у нас по утвержденному перечень 26, это много, неудивительно, потому что Московская область это центральный регион, когда, так сказать, вокруг столицы, существующая давно, это когда-то была Московская губерния, и она не делилась на Москву, в Московской области это был один субъект. Так вот, продолжение опять, и в том числе, местами традиционного выдавания. Для того, чтобы найти обоснование еще, что это действительно место серьезное, там есть основа для того, чтобы его зарекистрировать, надо очень внимательно и очень долго и серьезно работать со следователями. Надо работать с теми, кто хорошо ориентируется в архивных материалах, потому что для того, чтобы точно его определить, надо очень серьезно смотреть статистические документы земского периода. Вот вам уже отсылок. Не 70 лет, не 50, что спорить? Смотрите в архивах статистику земского периода. Смотрите труды земских деятелей предреволюционного периода. Смотрите те наработки, те труды, которые были опубликованы, что-то существует и в рукописи. То, что связано с исследовательской работой в 20-30-е годы, когда был взлет в Советской России краеведение. Вот это все вам даст основу для того, чтобы сделать эти места обоснования очень серьезно, основательно. Это просто вот мой такой вам совет. Но особенность работы нашего Совета, уж если меня спросили, в чем у нас наша фишка, скажем, у нас он небольшой, у нас 11 человек. И эта группа, работающая вместе людей, выработала в ней уже какой-то алгоритм, какую-то методику, которая складывалась в общем долгие годы, и он не отличается такой, знаете, текучестью и заменой. В зависимости от того, меняется губернатор или не меняется. Пришел новый министр или ушел он. Вот в этом, мне кажется, один плюс. Второй в том, что в его состав входят люди, которые профессионально занимаются научными исследованиями в той области, в которой, собственно, не работает Совет, когда занимаются вопросами несения исследований. У нас два доктора наук, искусствоведа, кандидат наук, заслуженные работники культуры, заслуженные художники Российской Федерации, юрист есть. И там присутствуют также действующие директора, какие главные художники. Вот, собственно, наш состав. Далее, особенностью нашего Совета является то, что мы опираемся на те наработки, которые были еще, ну так скажем, до 99-го года. Да, Московская область довольно активно исследовали. Были ученые, которые работали в НИХП и были, так сказать, серьезно большие экспедиции. Но наш совет вводят действующие сотрудники музеев, где сосредоточены очень серьезные, очень глубокие, разнообразные, практически без вакуум коллекции. Коллекции, собственно, наших промыслов. Ну, пример можно привести, допустим, Государственный Сергеево-Фасадский историко-художественный музей-заповедник, где собрана одна из самых таких значимых художественных коллекций промыслов. Причем не только Московская область, но вообще Российской Федерации. И СССР в том числе, там есть и такие. Вот опираясь на такое взаимодействие, наши предприятия могут постоянно находиться в контакте и подпитываться, собственно, теми знаниями, которые им необходимы для того, чтобы дальше развиваться или работать, допустим, над разнообразием своего ассортимента, или улучшать, так сказать, работая над формой, над росписью, над колористическим решением этих изделий, которые мы рассматриваем. Надо сказать, что у нас, прежде чем мы управляем вещи на совет более высокого уровня, иногда бывают действительно очень серьезные такие разводки на месте, потому что наш совет всегда проходит с выездом на место. Он начинается с того, что мы знакомимся с предприятием. Обязательно на заседание совета при рассмотрении группы вот этих изделий, коллекций, как мы их называем, вот этой текущей коллекции, приглашается творческая группа, приглашаются технологи. Обязательно мы просим анализ состояния предприятия с точки зрения его сегодняшней экономики и всегда спрашиваем все, что касается маркетинга продукции. Вот, собственно, на таких принципах мы и строим свою работу, которая позволяет нам, по сути дела, все время проводить мониторинг. Хотя по результатам года у нас есть такие карты, мы такие тоже технологические, получается, предприятия, мы просим, чтобы нам их все время обновляли предприятия. Мы их разработали формы, ими пользуемся. Мы поощряем наши предприятия создавать свои музейные коллекции. Коллекции. Обратите внимание, я вообще музейщик, поэтому, так сказать, делаю на этом упор. Не может быть промысла без истории и без коллекции. Вернее, простите, конечно, но когда я и по нашим знаю тоже предприятия, приходишь и скажешь, а где коллекция, где ассортиментный кабинет, где кабинет образцов, что-то у вас есть. Так вот, на это надо делать акцент, надо поощрять, чтобы такие коллекции формировались. Не только для того, чтобы это были образцы, по которым смечается то, что производится уже на неком потоке, но чтобы это была основа, которая позволяет учиться молодым. Потому что сила промыслов преемственности в том, что рядом с мастером опытным сидит молодой, что идет вот эта ротация, но она проходит постепенно. Вот поэтому я всех призываю, обратите внимание вот на эту сторону деятельности советов, в том числе вводите их в состав к музейным работникам, помогайте формировать такие коллекции, потому что они потом станут основой для того, чтобы там работал публичный музей, чтобы ваши предприятия интегрировались в туристические уже программы, в культурно-познавательный туризм и попадали в те маршруты, которые могут быть интересны посетителю не только мастер-класса, не только знакомству с производством, но и знакомству с изделиями, которые являются образцовыми, авторскими изделиями. Это те нюансы, на которые я хотела обратить внимание. Может быть, еще какие-то нестанавливаются. Я просто не знаю, сколько вы мне вот говорили. Говорить мы можем долго. Мы умеем это делать. Председателем совета художественного, экспертного совета является действующим министром культуры. И сам совет с 2004 года работает год патронатом министерства культуры. У нас промыслы, так сказать, одной ногой в культуре, другой, как говорится, это уже, так сказать, бизнес, правильное производство. Но все-таки за совет отвечает министерство культуры. Как я уже сказала, министр меняется, и, так сказать, меняется председатель совета. Заместитель председателя совета на протяжении 2014 года, я имею в виду заместитель председателя совета, вот с 2004 года. Есть второй заместитель, это действующий директор, очень интересного, эффективного, такого работающего, интересного нашего предприятия. Елочные дружки, вы его, наверное, знаете, это елочка Кринская, Ольга Павловна Волгова. Мы сказали, что по корректу убедили, чтобы было за 100-летние, по столетия, по столетиям, тоже мы сказали, что корректу очень много. Но в корректу не понимали, что корректу все равно, но все единички, в том, что они туда попали, это, по крайней мере, мы с вами можем выдохнуть здесь. Слава Богу, есть куда прийти, где поучиться. Это правильно. И, наверное, возможно, вы не знаете, но как друзейщик скажу, во всем мире выставляется в действующих экспозициях не больше 7% всех фондов музеев. Так вот, вы должны наладить отношения с этими музеями, где находятся вещи, которые вам нужны, предметы, которые вам необходимы. Может быть, даже какой-то вспомогательный материал в виде рисунков, записей, каких-то автографов ваших художников. Пусть это будет соглашение партнерства, это могут быть совместные проекты, но это не исключает, чтобы вы собирали такую коллекцию. Я вот могу вам привести такой пример, который... Ну, музейная аудитория... Все говорят, ура, молодцы! В этой аудитории, может быть, это не так будет восприниматься. Ну, вот могу сказать, что великолепная коллекция, старая коллекция, которая на протяжении долгого времени сформировалась на предприятии на Федоскина, на Федоскин-Сбилаково-минейкурии предприятия. Так вот, на фабрике вот эта коллекция, она была известна и нигде не выставлялась, да? У нас очень продумано было бояться, что она вообще может пропасть, потому что предприятие может перейти к другому собственнику. А эти вещи стоят на балансе, вы это знаете, да? Вот, и мы, отреставрировав Бугутинский дом мемориальный, добились того, что фабрика передала в ДАРК 1500 предметов музею. Они существуют рядом, каждый занимается своим делом. Музей обеспечивает сохранность этой коллекции, ее популяризацию. Предприятие, фабрика, организация НХП работает над созданием новых изделий. Но ничего не мешает прийти, посмотреть, сделать копии и так далее. И ничего не мешает также этому, этой фабрике, иметь свою коллекцию. У нее осталась прекрасная коллекция, образовка, которой они работают. И, конечно, это не очень важно. что сейчас будет еще такое положение, в новом, когда будет положение на совете и на регистрации изделий, необходимо, когда будет приятел, присылать свои изделия, не менее 10 изделий. потому что, когда они присылают одно-два изделия, по ним в будущем стиле особенности не выявить. Это можно как бы и купить, и заказать, и так далее. Поэтому нужно, чтобы хотя бы было 10 изделий. На будущее, когда новое предприятие, если это предприятие уже проходило, можно, естественно, даже 1 прислать, это не важно. Но если это только первый раз, желательно, чтобы не менее 10 изделий. Это крупные организации, не маленькие, так скажу, хотя есть и очень небольшие. участие в организации художники работают, на стиле на охране, договоры и так далее, смещают заказы. Но они в целом не самые маленькие. Я знаю. Эта форма, она в законе написана, в форме организации. Организационно-правовая форма тоже прекрасная, в том числе и вытрудненная, индивидуальная. Индивидуальный предприниматель может подавать изделия на рассмотрение и будет зарегистрирован. Регистрируются изделия, перечень зарегистрированных изделий, а не предприятия. Но они должны внимательнее читать закон действующий Российской Федерации. Костюмы. У нас есть печки, изделия, народно-художественная группа изделий. Однако это не должно быть быть костюмы, в которых выступают, стилизованные. То есть это должно быть конкретная традиция самого изделия. Осетия там делают, которые вот такие вот еще. Кто еще их использует в жизни? А бабкины такие изделия не принимают. Воспорядительным документом является восстановление правительства в том случае, если у вас в уставе вашего субъекта эти полномочия заняты. Все. Скорее всего, то... Другое министерство издает, а потом, допустим, министерство образования могут сдавать. А в данный момент вы не имеете никаких заседаний у кого в работе? Нет, подождите. Вы сейчас путаете. Я говорю о правительстве. Правительство входит в вашем частью правительства. является и министерство образования, и культура, и экономика, и так далее. Не конкретно министерство. Я говорила тогда о министерстве культуры. Я говорила о том, что эти вопросы переданы министерству культуры по принадлежности субъектов. А, конечно, правительство субъектов. Вы же все представляете какие-то судьи. У вас есть распорядительный, исполнительный орган, у которого есть полномочия. В каждом конкретном субъекте это может быть решено. Это не может быть. У нас в бюджете предусмотрены небольшие средства. Они небольшие. Техническую поддержку работы экспертного совета. выделяются деньги на выставочную деятельность, на издание. Конечно, у кого-то это существует в виде долгосрочных целевых программ. Насколько ясно. Эксперты вам приглашают. Эксперты в вас облачены. Как вы облачены? Я сейчас вам только... Нет, я могу вам, что они у вас наставили. Когда работают в облаченном ученическом это все будут не министерство культуры заключает договор и соответственно дальше этот механизм заключается. Оплачивается работа экспертного комплекса. Ну а примерно что-то какая-то у каждого своя стоимость. Я так понимаю, может быть. Все зависит от того, каким бюджетом располагает ваш субъект и он готов выделить эти финансовые средства для того, чтобы обеспечивать работу экспертов. Все зависит от того, какие у вас эксперты, какой класс вы стянете, как часто вы собираетесь. Допустим, мы в течение года собираемся не меньше четырех раз. Более того, если мы знаем уже эту организацию, если мы уже с ней плотно работаем, нам иногда не надо вырежать на место такое предприятие, допустим, фануфактура Павловская Павловская посада, она готовит целые коллекции иногда сезона. Мы встречаемся на каком-то промысле и они подвозят свои изделия, но их рассматривают все равно живем, советом при участии главного художника и руководителя, директора этой организации. иногда даже целые творческие группы. Профессионализм. Это нет, другое дело, что мне даже не хочется сейчас отсылать к вам, вас, к документам, которые давно существуют, насколько я знаю. Вот. Но 13 постановление, которое является подзаконным актом закону о народных и промыслах России, там очень четко все эти позиции расписаны. Вы столкнетесь с другой проблемой, что вы должны найти людей, которые бы соответствовали таким требованиям, которые имели опыт работать в этой сфере, у которых были бы публикации, у которых была может быть ученая степень, и которые бы знали современную ситуацию, чтобы они могли, так сказать, поработать вот в таком уже, новом, заданном контексте. Понимаете? Вот в этом будет сложность. Я знаю, что многие советы решат тем, что там много чиновников. Это я знаю точно абсолютно. Руководители, чиновники, да. Вот чем меньше у вас будет такого контингента, тем лучше. Тем будет результат лучше. Хотя у нас тоже там много вопросов. Я вас уверяю. Ваши 20-х работники с организацией, с индивидуальными соединениями с отдельными ремензиями вот в нижней серии мы ремесленниками не занимаемся. Я еще раз говорю, в законодательстве Российской Федерации есть четкая дефиниция, что такое художественный экспортный совет, какими вопросами он занимается и есть четко в законе написано, что такое народный художественный промысел. Вот мы занимаемся это. но у нас занимаются отдельные мастера. Когда мастера могут рассматриваться вами тем, что они создали. Пожалуйста, вам ничего не мешает. у нас допустим по вот этому кусту, который занимается художественной обработкой дерево. У нас по себе это связано с городом Серпиев-Пасад, вам известно. нас зарегистрировал неравкустный ИП. И мы рассматриваем изделия этого мастера. У нас такое уже есть. Хотя, как я сказала, в основном мы работаем с организациями. Ни в одном и ни в другом. Несколько мастер в том полном детстве забывания как не что есть но регистрация рассмотрение должно идти точно по такой же схеме. Нет никаких никакой разницы. Он будет один представлять себя либо это будет организация где 10 художников работает плюс еще живописцы как у нас есть художник а есть живописец без разницы. Субтитры подогнал «Симон»